Девушки отдыхают 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 Три, три, один, один. Правильный ответ. Три. Так, правильно ответил Сережа, Инна, Саша. Сотворил Бог небо и землю. И все было хорошо, весьма, весьма. Сотворил Бог небо и землю. Сотворил Бог небо и землю. И вдруг оттуда верь, Прослюлись все мукаты. Сотворил Бог небо и землю. Сотворил Бог небо и землю. И вся планета была молода, И не было ни лучших дней, А все при ночи было. По небесам поднимался белый, Сотворил Бог небо и землю. 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 Земля, 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 спокойно, стволов, доверено в будущее, надеясь, земля, 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 земля. Земля, 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 земля. Земля, земля, земля. Помните, не веря и не послушание откроют две кроты для зла. Земля будет проклята, и вы смертью не умрете. Земля будет проклята, и вы смертью не умрете. Земля будет проклята, и вы смертью не умрете. Теперь вы, ваши дети, дети детей ваших будут подвержены смерти. На вечном, на вечном, на вечном. Моя, ваш, князь. На вечном, на вечном. На вечном, на вечном, на вечном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да, мы вырвем жанр смерти. Да, да, и они будут с нами вечно, вечно. Да, да. Битва началась. Продолжим наши вопросы. У нас восьмой вопрос. Что, согласно Библии, сказал Иосиф, хозяин гостиницы? Первое. В гостинице нет мест. Второе. Вы можете остановиться в хлебу. Третье. Приходите после Рождества. Четвертое. Возьмите мою визитную карточку. Пятое. В Библии ни слова не говорится о хозяине гостиницы. Так. Пять, два, пять, пять, пять. Правильный ответ. В Библии ни слова не говорится о хозяине. Так. У нас ответили все преграды, кроме Сережи. Так. Продолжим. Девятый вопрос. Сколько мудрецов пришли к младенцу Христу? Первое. Мудрецы обычно ходят по одиночке. Второе. Три. Третье. Больше трех. Четвертое. Семь мудрецов. Пятое. В Библии об этом не повествует. Так. Пять, два, два, пять, три. Правильный ответ. Пять. Библия об этом не повествует. Еще раз. Саша правильно ответил? Спасибо. И Стас. Все. Спасибо. Тихо падают с неба снежинки. Вон настало, опять Рождество. Ввысь взлетает душа, как пушинка. Мне на сердце тепло и светло. Этот день я встречаю любую. Ведь на землю спаситель сошел. Рождество, 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 Рождество. Мир и радость в душе. Торжество. Богу слава и мир на земле. Боже мой, поглоняюсь Тебе. Жизнь была здесь с тоскою, печальна. И греховная ноша полна. А теперь Бог мой, жизни начальник. Надо мною защита крепка. Он очистил мне путь до спасенью. От терновника мрака греха. И настало в душе озарение. Она в Боге чиста и светла. Если хочешь, мой друг, без страха и сомнения. Ты прожить год на этой земле. В этот день Рождества. Ты с хваленьем поклонись владельцу в мольбе. Для тебя ведь он тоже родился. Что ты тоже и радость познал. Рождеством его путно открылся. Вот чей дом наш небесный причал. Ближнего возлюби, как самого себя. Милость к нему яви. И ободрись в скорбях. В день Рождества Христа. Вспомни о Божьей любви. Что от язвей до Христа. Вечная радость дарит. Хочет Господь, чтоб я. Хочет, чтоб также ты. Вечной любовью горя. Всех согревал, кто остыл. Смело вперед иди. В дом, где грусть и тоска. И о любви расскажи. Той, что не нужно искать. Это любовь. Христос всем нам на радость рожден. Милость Он счастье принес. Вечная радость в нем. Спасибо. Слава Богу. Очень рада. Всего добраться. Материцы нашли момент, лежащий. Первое. Кисляк. Хлебу. Третье. В доме. Четвертое. Кроватки. Пятое. Хороший гостерин. Писание. Так, вижу ваши ответы. Три, один, три, три, один, один. Правильный ответ. Три. Они нашли его в доме. Правильно ответила Инна и Саша. Правильно? Так, нет. Сережа. Сережа, простите. Да, я спала. Далее у нас вопрос. Что такое ладан? Первое. Это драгоценная ткань. Второе. Драгоценное блудовоние. Третье. Новая манка машины. Четвертое. Драгоценный металл. Пятое. Фамилия известного террориста. У всех ответ два. И это правильный ответ. Старшим споем от известных и рабочих. Старшим споем от известных и рабочих. И это правильный ответ. Старшим споем от известных и рабочих. Старшим споем от известных и рабочих. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Звучит музыка. 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 Так, больше всего правильных ответов дала Инна. Много лет назад в городе Назарете жила-была девушка, и звали ее Марина. Она собиралась вскоре выйти замуж с обедного плотника по имени Иосифа. Однажды ночью ей явился ангел Гавриил. Мария проснулась от чудного света, наполнившего комнату. Кто это? — удивленно спросила Анна. «Не бойся, Мария! — сказал ей ангел Гавриил. «Я пришел и возвестись к тебе, что ты станешь матерью Божьего Сына. Имя его будет — Иисус!» От этих слов Мария ощутила такой прилип счастья. Она понимала, что это Божье благословение. Несколько месяцев спустя кесарь Август, великий римский царь, издал приказ всем вернуться в те места, откуда происходили их семьи, чтобы там воплотить налоги. Это означало, что Иосиф и Мария надлежало идти в Бифлеем. Путь был неблизким, а Мария уже подходила сроком жертвы. Когда они добрались до Бифлеема, то стали искать место для ночлега. Но ведь не было столько народу, и все было переполнено. Иосиф помолился. «Боже, милостью, пожалуйста, помоги нам найти, где бы остановиться». Хотя нет, они посвечались на постоянный двор. «Извините!» — сердито проворчал хозяин. «Столько народу наехало платить налоги, что весь дом переполнен. Совсем нет места!» «Но подожди!» — стал умолять Иосиф. «Мы шли так долго из самого Назарета, и к тому же у моей жены вот-вот родится ребенок. Нам нужно где-то остановиться». А зяин подумал немного. «Ну что ж, может, я и смогу помочь вам!» — сказал он. «Там прямо по дороге есть у меня хлев. Особых там удобств нет, но если хотите, то можете остановиться там». Иосиф и Мария были очень признательны. Конечно, это было необычным местом для рождения ребенка, но они благодарили Бога и за это. Ту ночь у Марии родился маленький мальчик. Она завернула его в одеяльце, чтобы не замерз, и положила его в ясли. Ясли — это такая кормушка для скота в виде ящика, куда кладут сену. Эти ясли и стали первой кроваткой Иисуса. В это же время, недалеко от хлева на склоне холма, пастухи возли свои победы. Вдруг небо озарилось чудным цветом, и не был тем ангел Господень возвестивший. «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение!» Сначала пастухи испугались, не понимая, что происходит. Но ангел сказал, «Не бойтесь, ибо ныне родился в Библиеве Спаситель, который есть Христов Господь. Вы найдете Его перед нами, лежащего в яслях». Вдруг небо наполнилось великим воинством ангелов, прославляющих Бога и восхивающих. «Слава Вышних Богу!» Пастухи, оставив своих овец на склоне холма, поспешили в их плене, и нашли там и хлеб, и ясли эту грубоватую кроватку. Все в точности, как сказали им ангелы. Иосиф пригласил их войти, чтобы посмотреть на прекрасного новорожденного. «Как его зовут?» — спросил маленький пастушок. «Его зовут Иисус!» — ответила Мария. «Вот такая история с самого первого Рождества, когда Бог послал нам Иисуса, своего Сына». «Аплодисменты!» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»